здравствуйте друзья мы с вами тут в таком месте находимся в захолустье таком санта крузовском условно где каменюки продают ну и не только каменюки а так вот даже вот видите например тут образцы стоят а пеймерс вот эти вот так то есть как бы то чтобы замостить дорожки вот видите они много-много разных разных фирм вот они там с названиями идут видите вот допустим это название и вот вы можете посмотреть как это выглядит много разных мы сюда не просто так приехали мы приехали поговорить с господином который но он контрактор такой который будет нам здесь же в санта-круз делать красоту вот мы сейчас пойдем смотреть то что он пока вот тут светлана наши друзья лёва и аула и вот он показывает камушки как амоносе ланасы саратога и лосалтез но это с кулафул и смыть с алтолом и я Да, это около $80 в квадрат, это около $300 в квадрат, и это около $600 в квадрат. Но, опять же, вы не делаете целый квадрат, но в принципе речь идет о цене вот этих камушков, которые присыпают вместо травки на фронт-ярд. Вот они, друзья, вот они, материалы, которыми пользуются местные контракторы, ну и, соответственно, которые устанавливаются у людей во дворах. Сердечки, смотрите, как прям, в форме сердечек. А тут прям мешки, видите, она стоит в мешках, вот такая галька продается. А тут вот нам демонстрируют образцы, так сказать, культурного обращения с каменюками. И с водичкой, видите, что они с насосиком там гоняют в воду, по чем-то зря. Видите, как? Такие материалы. А вот блиточками. И вот тут показывают результат. Вот, например, вот так можно сделать. Или вот там картинка, видите, вот эти пейберс. Да, вокруг бассейна можно было, например. Да, а вот хотите разжигать такой костер, вот чак, вот можно такими. Надо сказать, что само здание вот этого магазинчика, там внутри в основном какие-то лопаты, скребки, мастерки. В общем, такой инвентарь. Само здание тоже такое характерное, специфическое. У нас на канале есть масса народу, которые знают, как называются эти чушки для стен. Ну, я так условно называю чушки. А, наверное, как-то они официально тоже называются. А это просто, ну, если я скажу, что это кирпич такой декоративный, то, наверное, не ошибусь. Здесь есть такая манера, знаете, кирпич вот с беленьким, вот в изощрённой, в наиболее изощрённой форме, вот вы здесь видите. И здесь есть такой стиль строительства, называется кармел стайл. Вот когда вот таким кирпичом с беленьким, значит, отделывают, вот это называется кармел стайл. Ну, я думаю, там дело не только в кирпиче, может быть, ещё в чём-то, в каких-то элементах отделки. Но вот это, как бы, такое считается дорогой стиль кармел. Это дорогое место, дорогой городочек, такой курортный. Ещё интересно, как это всё на ощупь-то. Да, друзья, кирпич, он и в Африке кирпич. Мы продолжаем путешествие. Поэтому, не знаю, как сказать, то ли складу, то ли свалке. Ну, больше складу, наверное, чем свалке отделочных таких материалов. А что у нас тут под ногами? А вот такие кирпичи. Я сожалею, что не могу как-то так прокомментировать более содержательно. Да, он довольно легкий, кстати. На самом деле, когда стену вот таким обкладываешь, тоже не хочешь, чтобы много тяжести было на стене. Поэтому, есть такая отделка, как бы, с понтом кирпичная, да, вот так, тоненьким чем-то обложит. Да, да, да. О, какие там, смотрите, дурынды-то. Вот они. И с такими каменьями. И вон с такими. О, тут сколько всего. Есть где разгуляться. Дизайнерской мысли. Так, прямо хочется назвать его силиконовым кирпичом. А тут вот надпись на нем, говорит, огненный фаер-кирпич, да, фаер-брик. Так, не знаю, что имеется в виду, огнеустойчивый, что-то, как-нибудь огнеупорный. Да. Да, да, да. Ну да, а это, как бы, такой простенький, незамысловатый материал для дорожек. Вот так, друзья, и продают. Подходишь лопатой совковой. Или не обязательно совковой. Вот так нагребаешь себе. Да. Такое ощущение, что никуда не уезжал. Так, прям вот что-то такое есть. От детства, от страны советов. Прям чувствуется вот здесь. Мы продолжаем движение вдоль вот этих, даже не знаю, как сказать, ангарчиков, закуточков для подгребания совковой лопатой. Давайте я так, может быть, пройдусь. И вот с этой стороны, желтенький такой, видите. Калифорния Голд, вот так ушки. Калифорния Голд. А это речной гравий. Так они называют. Вот, пожалуйста, такие галыши. Да, смотрите. Редко в таком месте можно оказаться. Это уж какая-то оказия нужна. Я поэтому подумал, надо бы заснять. На пемзу похоже. Не, отнюдь. Тяжелая. А вот тут, смотрите, вот они. Какие тоже красавцы-то. Много разных. С этой стороны. Я извиняюсь, если камера подрагивает. Тут довольно неровная тропа, по которой я хожу. И вот уже такие валуны настоящие. Вот, можете себе выбрать валун. Бродил я, бродил. Думал, что куда-то заплутал. И вдруг вижу, а вот у меня Светлана там с контрактором. Прямо на них вышел. Вон они там стоят, разговаривают. Я продолжаю движение мимо Каменюк. У нас тут еще друзья. Лева и Алла. У Левы сегодня день рождения. Мы отсюда поедем куда-нибудь на винодельню отмечать. Вот я люблю этот камень аризонский. Он очень красивый. Очень симпатичный. Да. У нас в Лос-Алдос в доме тут. Было этим замыщено. Там сзади, на Бакьярне. Очень здорово. О, смотрите как. Ну, наверное, я буду взять, что закончил наш репортаж такой поверхностный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!